Всем привет, ребят! Помните, да, вот этот автомобиль, который делали специально по вашим просьбам, ну, типа такой ломающийся, поставили за пружины, покатались, побалдели, поржали, вообще прикольная тачка получилась. И сегодня хочу, что, все-таки довести этот автомобиль до того момента, именно сделать ломающийся, ну, по принципу тракторов, да, посредине, чтобы он переламывался, то есть уберем пружины, поставим туда что-то жесткое, ну, судя по всему, раз он у нас стоял внизу, кардан, и он очень хорошо себя повел, так скажем, зарекомендовался, это дело выдержало, я думаю, что теперь и наверху надо будет сделать так же кардан и поставить туда, ну, гидроцилиндры, гидромоторы, вернее, гидронасосы, гидроцилиндры, я думаю, смысла искать нету, поэтому попробуем, наверное, сделать все по-простому, как обычно на коленке, то есть поставим туда стандартную какую-нибудь рулевую рейку без гидроусилителя, без ничего, да, блин, прям вот эту отсюда вытащим, наверное, и поставим. Давайте-ка все это дело сделаем, а потом ее потестим. Погнали! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Также кардан с крестовиной, для чего? Для того, чтобы лево-право она ломалась очень элементарно, ну и верх-низ ходов уже не будет, потому что здесь получается контур такой, что сейчас ей гнуться, ну, она никак не будет гнуться, потому что у нас вот эти длины не меняются, все жестко приварено, то есть теперь будет только ломаться на поворот. Так, о чем я говорил? О рейке. Смотрите, ну, на самом деле пришлось, конечно, маленько повъеживаться, но в любом случае, смотрите, что получилось. То есть вот у нас стоит рейка, вот одна сторона, к которой прикручена тяга, сам шар приварили тоже на стоечку. И с помощью вот таких угловых редукторов кое-как получилось соединить все это с рулевой колонкой. Но чисто вот так вот вручную все это дело работает, видите, очень даже хорошо, да? Теперь все это дело осталось потестить на дороге, как все это дело будет работать. Прям вот, ну, очень интересно. Вроде рулем крутишь, усилия небольшие, но при движении может получиться так, что в какие-то моменты руль либо будет выбивать, либо все-таки хватит усилия, чтобы его держать. Короче, пока не попробуешь, все это дело не узнаешь. А, ну вот, все, друзья, нормально. Сидушку поставили, смотрите, все хорошо. Рейку подцепили. Тачка, видите, что делает? То есть она реально складывается. Но в любом случае надо выехать посмотреть, так как, честно, и вот непонятно, пока еще хватит ему вот этих углов поворота или не хватит. Все это можно только узнать в процессе испытаний. Поэтому давайте завожу, короче, и поехал. Погнали! Вперед! Так, я так и знал, что это будет заднее. О! О-о-о-о! Даже сигнал заработал! Да, что виляю при повороте. То есть здесь у нас не поворотники включаются, а звуковым сигналом он все сигнализируется. Может, отключить его? Нигде не видать? Ага. Нет, не все! Где она там еще? Под капотом сдерни с него эти самые. Вот так вот надо сигналить, короче. Ну все, теперь точно поехали. Да, куда она поедет, пока еще не совсем понятно. Ну, допустим, направо. Не хочет поворачивать. Так, налево. Ну, скажем так, что она поворачивает, но как-то неуверенно. Ага, не говори. Так, так, так. И сколько же тебя выкручивать-то? Ну, рулится, ну, конечно, честно вам скажу, очень как-то неправильно. Или просто надо привыкнуть к этому. Ой-ой-ой, так и в гараж врезаться можно. Ни фига себе. Ха-ха-ха-ха-ха. Так. Ну, ощущения, я вам скажу, так себе. Ой-ой-ой, врезался почти. Так, назад. Ха-ха-ха-ха. Обалдеют. Ну, а как? Ну, трактораж тоже вот так же ездит. Чего это? Да просто так. Ну, и в целях эксперимента. Как она вообще рулиться будет пока. А это что? Да там крестовинка, да. А там рейка рулевая. И все. И я уже, смотрите. Ха-ха-ха. Поворачивать-то, наконец-то, весело. Вот этот момент складывания. Вообще невозможно предсказать. Ага, блин. В трактор еще не врезаться бы. А то будет, блин, прикол, блин. Так, ну вот по зеркалам, когда смотришь, а вроде кузов выравниваешь, да? Чтоб он ровненький был. Но зеркало все равно боковое видно. Очень даже неплохо. Елки-палки. Но она все равно маленько едет как бы бочком, что ли. Не знаю, почему это так происходит, но происходит это так. Вообще непонятно, как рулить. Смотри, она едет сама куда хочет, блин. И руль тяжело на кочках держать. Выбивает слегка. Потому что рейка без гидроусилителя. И стала жестче. На пружинах было мягенько по всем этим неровностям ехать. Ой, чем-то, чем-то за что-то задел. Ага, так. Ну вот, вроде что-то начинает потихоньку получаться. А то изначально вообще непонятно было, куда она ей поедет. Ага, вот. Решил доехать до ребят, которые в прошлый раз отказались делать развал. Сейчас посмотрим, что они скажут. Папа. Чик. Есть кто? Живой. Привет. Здорово. Я на развал опять. Опять? Да. Ты сегодня с чем? С гусеницей? Нет. Пойдем, покажу. Пай. Влад. Да что, Влад? Надо сделать. Тянет вправо машину. Понимаешь? Тянет и все. Ее постоянно приходится руль влево выкручивать. Видишь? Все? Сколько рейек? Одна. Вот она. И все. Больше нету. Одна рейка рулевая. Все. Этого достаточно. Я этих выпустил? В прошлый раз. Выпустил, выпустил. Ну так что? Ну пока никак. Ну ремонт. Влад, ты езжу, станцию делаем. Сразу отмазок, километр, ремонт. Ты бы предупредил сразу. Ну а как бы были подготовлены, так неинтересно. Понятно. То я сам не понимаю, куда она едет, если честно. Ну вроде как бы влево, значит влево. Ну вправо, значит вправо. Ну непонятно, она то боком, то еще куда-нибудь. В гараж хочет врезаться, то в какую-нибудь машину. То есть вот так вот. Вот такая вот короче рулежка. Так, а трактор почему-то едет нормально. Где гофра? С троллейбуса. С троллейбуса? Ну да. На каком-то троллейбусе еще стоит. С покрышек. Так что вот так что. Ну а теперь, ребята, немного о приятном. Помните, что у нас идет акция совместно с компанией Cardan Balance. Мы раз в неделю делаем вам подарочек стоимостью до 100 тысяч рублей. Изначально это был автомобиль. Автомобили все вы помните. Ну сейчас по вашим обмогочительным просьбам мы перешли вот к таким вещам. Два вот таких 11-х айфона. Cardan Balance это профессиональные услуги по изготовлению, ремонту и балансировке карданных волок. Опыт работы более 19 лет. И ремонт любой сложности от 3 часов. Безусловная гарантия каждому. Не знаешь в чем проблема? Запишись на бесплатную диагностику в Cardan Balance. И при обращении не забывай произносить фразу, что ты от Гараж 54 и получай скидку в 10%. В общем, друзья, компания Cardan Balance. Все ссылочки будут в описании. И чтобы получить вот такой вот айфончик, необходимо выполнить простейшие условия. Вы должны быть подписаны на наш ютуб канал, на ютуб канал Cardan Balance. И под этим видео, и под всеми видео за неделю на нашем канале вы должны оставить любой комментарий. И каждый понедельник в 15.00 по Москве мы будем искать владельцев для новеньких айфончиков. Ну и друзья, конечно же, не забывайте, чтобы нам проверить, подписаны вы на нас и на Cardan Balance. Ваши подписки должны быть открыты. Ну и немного еще от себя. В разделе о канале оставьте, пожалуйста, ссылочку. Либо в комментарии на ваш ВК, либо Инстаграм Аграунд, для того, чтобы нам быстренько с вами связаться. В общем, условия очень простые. Желаю вам удачи! Удачи! Подписывайтесь на наш канал! Мимо фуры, не задев ее. Гараж, гараж, гараж. Нет, прошел. Отлично. Замечательно. Все равно потихоньку привыкаешь. А, ну, ребенок, прокатился вот на этом ломающемся автомобиле. Видите, да, как он себя ведет? Это вот я здесь рулем кручу, он складывается, и такое ощущение, что прям этой тачкой можно будет управлять абсолютно легко. Но по факту получается, что угол у нее очень хороший, то есть угол перелома вот этот, но рулится она, это вообще какая-то беда. То есть она едет туда, куда она хочет. Нет, она как бы закладывает, да, траекторию, то есть ты поворачиваешь направо, вроде она едет направо, но видели, радиуса очень огромные. То есть вписаться в поворот, а тем более маневрировать между автомобилями, блин, это практически невозможно. Это до такой степени все непредсказуемо, сложно, ну, немножко, скажем так, даже, наверное, непонятно, просто не представляешь, куда она поедет, и когда она выламывается, такое ощущение, что ты сейчас боком что-то заденешь. Ощущения такие, что автомобиль вообще не рулится, да, то есть очень-очень-очень плохо управляется. Почему трактор хорошо управляется, я не знаю, может быть, вы знаете, напишите, поэтому, ребят, на такой тачке кататься, ну, реально опасно. То есть она едет туда, куда, в общем, хочет она. И самое интересное, что на неровностях, вот, скажу еще раз, гидроусилителя же нету, очень-очень крепко, очень сильно приходится держать руль, потому что она постоянно на всех вот этих кочках пытается у тебя его забрать. Ну, это, судя по всему, потому что без гидроусилителя, то есть напрямую. Ну, других объяснений не вижу. В общем, нет, хотите сделать такую штуку, делайте, но рулить ей будет очень сложно. Сам убедился, сам, сами сделали, сам покатался, все вы это прекрасно видели. Ну, вот, в теории же, смотрите, какой угол, как она складывается, очень-очень-очень сильно. Должна, по идее, очень хорошо поворачивать. Фиг там, так это дело не работает. Ну, в общем, ребят, просили, сделали, показали. Покатались, побалдели, в общем, у меня на этом все, поэтому смотрите нас, подписывайтесь, обязательно что-нибудь предлагайте, комментируйте, ставьте вот такие лайки. Ну, все, пока.